Второе действие, контракт заканчивался, зрители немножко поугадались, и по припадению не входит, поэтому он был в сторону. Нашли время резать. Все, помнил зал? Вообще есть идея, насколько она жизненно будет, хотел сам ей поделиться. Ну, тот коллектив, который вы видели, называется «Голливей». Вот, в принципе, потенциальные возможности и способности его велики. А, кстати, а вы умеете? А что тут сейчас? Да все нормально. А, палец не тратится. А что, я не знаю, что ты хотел сказать. Я подышать. Про Голливей, но я только подозреваю, что Евгений Николаевич хотел сказать, что возможности нашего коллектива мы сегодня продемонстрировали, и это еще далеко не все, что мы можем на самом деле. И я так вспоминаю, что он хотел объявить о той возможности и желании, если коллектив библиотеки будет рад нас видеть здесь чаще, мы будем рады чаще сюда приходить. Конечно, я понимаю, что сегодняшняя наша встреча, она не показательная. На самом деле, дачный сезон разгарит, и когда мы в прошлый раз пели, здесь было очень много новых. А какой-то был месяц, я не помню, но, в общем, конечно, много бы очень хотели, я обслабивала людей. Но планы есть, планы семейные. Поэтому, я думаю, если мы с октября возобновим наши встречи, то мы их оправдаем. А к тому, что у нас будет время еще чего-нибудь. Нам некое. Деньского прогресса будет. Обязательно. Думаю, что имеет смысл даже не на субботу это назначать, поскольку суббота такой семейный день, и можно это делать, например, по вторникам. Да, мы уже последние пять лет собираемся по вторникам, как были верными цветами. Один из них можно превращать в хорошем смысле либо в концерт, либо в открытую репетицию. Где сейчас принята форма гитара по кругу. Но нам единственное осталось переговорить с руководителем библиотеки, если это и будет тоже по подопу, и по желанию. Главное, чтобы зритель поделил. То есть, если его готовы, то мы тоже. Итак, начинаем второе отделение. Оно будет небольшое. Мы постараемся пять-шесть песен, которые мы за последнее время либо сумели выучить, либо хотели выучить. Это будет точнее. Праздник Победы мы вспомнили. А впереди очень скоро еще один большой праздник. День рождения города. Нашего любимого, нашего красивого. Который, да, вот даже из Москвы люди летят, летят и едут. И про это мы сейчас и спрашиваем. Питер, 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 ты столько знаешь, ты много видел. Все, что я хочу сказать тебе, это только слова. Я снова покупаю билет на поезд. Чуть-чуть ревнуя и немного расстроившись, Провожает меня до вокзала ночная Москва. Небо, небо, над тобою совсем другое небо. Морозным воздухом дышит низкий скорость зима. А я иду и всем улыбаюсь, я выше облака поднимаюсь. И мне кивают, снимая шляпы на низком дома. Где-то, где-то В любимых парках укрылось лето И мелкий дождик на водосточной играет в трубе Нырнула эта в бары колодцы По старой крыше гуляет солнце И пахнет кофе, и все кофейни забудут к тебе Здравствуй, город, пройду по площади вдоль собора А у тебя есть крейсер «Амрора» и много других кораблей А у меня лишь одна гитара, немного пара и самовара И сниться, которая снится, глин журавей А я живу на другой планете Там мало света и вечный ветер Но расстроенные струны будят провода А иногда там бывает плохо И до рассвета еще так долго Когда я все оставляю, как есть Возвращаюсь сюда Мы те старые, мостовые Они все помнят, они живые И каждый каменный всадник по-прежнему верит в мечты А я стою незаметной тенью Подишки вверхом, под звездной сенью Который раз забирая, смотрю, как разводят мосты А я стою незаметной тенью Подишки вверхом, под звездной сенью Который раз забирая, смотрю, как разводят мосты Питер, Питер Так, вот такая песня Ну, нам нравится А дальше я не сочинила переходные фразы Ну, поскольку, можно сказать, что наше деление следующее Вот это вот, оно такое бардовское Одни из самых любимых наших бардов Это было в Беларбарде из Ященко А сейчас будет, будут и в осенье немножко Ты их правильный? Да Кончается четверг, и дождик белок И сквозь него и ладки поведны Два косяка летающих тарелок На мокрой территории страны И девушки бегущие с работы По лужам торопливо семенят Промокший двор и в нем промокший кто-то Немножечко похожий на меня Та женщина, что скромный свой уют Несет хипчистку в сумке здоровенной Немножечко похожий на твою И орехи за облаком сквозь дождик мелкий Летит на двор подсорную трубу Борт инженер летающей тарелки Немножечко похожий на слугу Кончается четверг, и дождик мелок И трудно разглядеть промозглой гле Чего-то, что на небо улетело И то, чего осталось на земле И двери бурых посреди стихии Друг в друга не спускающие глаз Проможшие слепые и глухие Такие не похожие на нас Счастливые слепые и глухие Такие не похожие на нас Когда мы бываем в нашей деревне А у нас здесь 300 километров, наверное, от Петербурга И наши дети с ними смеялись Потому что, ну, все детство их прошло Под эти песни Мы же с Гуши и Чекулами записали Маленькую кассету в 88-м году И эта кассета в хорошем смысле Гуляла у нас по дому И дети их засыпали и просыпались с ней Особенно болели А болели-то точно В деревне у нас всегда много гостей бывало Разных всяких компаний Больших, маленьких И вот в какой-то период маленький Тогда Антоша, бывший, младший Скажите, но я не понимаю Митяй, ты чё к нам до сюда приехал? Чё к не приехал? И что там с Митяевым у нас? Я не знаю Да? А мы в какой? Не знаю Такой? Каплодастер мы не написаны А, Каплодастер написан Если ты играть не можете Давайте Песня, которая что? Которая Которая когда-то была Еще одной песней Под которой я плакала Это я никогда очень подмогла Среди наши А я лечила Самолет на Африку отчалю Здесь любого черные золосы Я тебя, конечно, опечалю Но какие я купил здесь бусы А еще изящные два браслета Из камней дешевых, но красивых Ну и шляпу для тебя на лето Со шнурком, какую ты просила Не скучай Не скучай И в окно не гляди часами Ведь февраль он короткий самый Ну а в марте меня встречай Желтый рай февральской бирюзою Цветит наше северное зрение Жаль, что всех цветов не взять с собою Для тебя с причудливых деревьев Жаль нельзя набрать В лагоне ветер И каскад с полосающей смеёю Но, быть может, я срисую вечер С ярко-красной, спаханной землёй Не скучай Не скучай И в окно не гляди часами Ведь февраль он короткий самый Ну а в марте меня встречай По слезам нерученных мустангов Я недавно только догадался Что тебе ни бусы, ни манга Не нужны, лучше б я остался Что в Москве сейчас, наверно, слякать Или снегу снова навалило И не скучно, если шить да стряпать Ну куда ж ты сколько наварила И никто сегодня не заглядет Смит наследники по дверь уложим Двум на март не сет, уй он нагрянет Но, быть может, коричневозможен Не исключай Не скучай И в окно не гляди часами Ведь февраль он короткий самый Ну а в марте меня встречай Не скучай Не скучай И в окно не гляди часами Ведь февраль он короткий самый Ну а в марте меня встречай Парапапарапарапарапарапам ПОДПИСЫВАЩУ Но наша долгожданная, роскошная весна ничуть не хуже. Поэтому следующая наша песня, тоже нашего прекрасного барбера Александра Сафронова, «Апрель». Вот, к сожалению, Илья песни кое-второй, а чихать тут моя песница, а я не успел. А он очень любит эту песню. Другой ритм, да? Другой. Такой. Моя стекло, но это холст, натяну на подрамник. Через всего из-под снега проклюнулись камни. Сиреет асфальт, подсыхает последние лужи. Когда-то они были снегом, но он стал не нужен. Разведи водою талая парель, и нарежь себе из веток лервы кисти. Нарисуй на черных ветках листья, художник Апрель. Нарисуй на черных ветках листья, художник Апрель. Синят по утрам непонятно трамвайные птицы. Синят по утрам, но он стал не нужен. Нарисуй на черных ветках листья, художник Апрель. Нарисуй на черных ветках листья, художник Апрель. На мачты деревьев смывают зелёные плани. Построю корабль из расчерченной клетки бумаги. Нарисуй на черных ветках листья, художник Апрель. Нарисуй на черных ветках листья, художник Апрель. Нарисуй на черных ветках листья, художник Апрель. Ну, в общем-то, совершенно не важно, какой сезон за окном, даже какая погода. Главное, что мы собираемся, у нас есть такая возможность собираться почаще, радоваться друг другу, улыбаться друг другу. И следующая песня опять же очень замечательная. Варга? Анатолий? Да, Анатолий Керриев. Мы только исполняем. У нас было три авторства. Первая девиона. Скорей. Сколько зим, сколько лет на планете, предназначенный нам по судьбе. Знал я все о зиме и о лете, но не знал ничего о тебе. Мы как будто выходим по кругу, и ему окончания нет. И когда я увидим друг друга мы, я скажу, сколько зим, сколько лет. Сколько зим, сколько лет, даже не верится. То ли да, то ли нет, смеем надеяться. Сколько зим, сколько лет, не возвращаются. Хочешь ли, хочешь нет, мы повстречаемся. Или снегом покроются крыши, или с неба прольется вода. Мне бы только твой голос услышать, Я узнаю его без труда. Он придет в тот единственный вечер, Ничего невозможного нет. Я тебя обязательно встречу, И скажу, сколько зим, сколько лет. Сколько зим, сколько лет, даже не верится. То ли да, то ли нет, смеем надеяться. Сколько зим, сколько лет, не возвращаются. Хочешь ли, хочешь нет, мы повстречаемся. Хочешь ли, хочешь нет, мы повстречаемся. Молодцы. Эта песня очень нравится нашему шефу, Эдуарду Борисовичу Гершову. Мы ждем огромный привет. Это только что было, вот сейчас опять восстановление. Да? Только что, да, было, вот сейчас. Ну, не хочет. Не, Гершов заходил. А, заходил. А, заходил. А, да. А, да. А, да. Соединения нет. А, нет, соединения есть? Нет. А, соединения нет. Что, восстановить? Ну, давайте пока мы поговорим. Да. Это песня замечательная, которая в эфире так трогательна, в первом эфире. Кто она? Таима Лгу. Его бы ты сказала, что это из первого эфира. Нет. Но это в эфире. Да, это стихи Марины Цветаевой. А автор музыки и исполнения невероятных. Где она? Елена Франлова. А, буквально. А, узнавайте. А? А? Да. Ну, как добрались? Что вы там сделали? А, это поможет. Твоё нам очень нравится. Про ярко спаханную красную землю мы же не зря поём. Костин, про коллег, помнишь? Ярко спаханная земля. Ты помнишь? Яртина твоя. Красная земля. Пашня твоя. Яртина твоя. Яртина твоя. Яртина твоя. Яртина твоя. Даже я понимаю.